сегодня суббота всем привет я иду после обеда ведем группу однодневный поход по диевским плавням немного накрапывает дождик но это просто улет я бы сказал такую погоду ходить вкусное удовольствие воздух гораздо чище запахи обостряются самое главное не не жарко не знал терморегуляции у меня это прям сам порт так вот накапываю я вас сейчас проведу одну из каток камышовых ее даже немножко почистили добрые люди уровень воды и направление течения постоянно меняется поэтому меняется и засоренный планы какие-то постоянно пробивают острова если на этой неделе ты все проходил все было чисто иначе на следующий будет тоже сам и в этом как бы вся весь шарм таких приключений они никогда не бывают одинаковыми что еще немаловажно то что поход дарит эмоции во время и офигительное после сусе потом оставаясь в воспоминании то что не отнять то что мы имеем и ценим какие-то тяжелые моменты потому что вспоминания не на это как нам было круто часть нашего квеста пройти вот все подводные коряги тачка зато то бы есть час пофоткаться проломились подождем 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 подсосало подтянуло набила пробку подсосать не может теплый дождь теплая вода нет еще испарений но мы походим как раз когда будет офигенные туманы это прям отдельный кайф ооо кайф супер так эй как дела не замерзли жарко скажите это тем кто боится под дождем ходить очень жарко а так вот мы пошли тут углы аааа ух под дождем самое то дааа охлаждает немного не такая собачка оно добавляет такого антуража прям очень григо она гребет все что угодно под себя это жарко что спина устала не владимира вы просто сильно назад завалились если сядете ровнее спина перестанет нагружаться там же спинка есть все есть а вот эти кряклы какие лилии Суббота, сегодня 11 сентября. Классно пообедали на дневном походе, и уже возвращаемся домой по центральной протоке Диевских плавней. По одним прогнозам обещали дождь, по другим не обещали, но одни ребята оказались правы. Вот он идет. Сказать, что сильно холодно или как-то некомфортно, но это офигенный кайф. Дождь теплый, и дышится вообще по-другому. Сейчас так тихо. Вон наша группа впереди гребет. Ой, здесь и лето было много утян. Это потому что они повырастали уже. Да. Они постоянно вырастают. Мы их едим-едим. Я не знаю, куда они деваются. Ну а стейки были вкусные. Ну. Ну да. Это надо было так утку отбить. Ага. Чтоб она в стейк превратилась, да? А где у утки стейк? Ха. 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 Да иди, хорошо, дороги. Ха. 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 Все. Вот дождь прошел. Туча прошла мимо ее. Теперь круто. Проходите. ну там миляк еще левее сейчас почувствуешь ну за машины не скажу сейчас машины будут это проезжать Вообще не холодно. Дышится офигенно, просто кайф. А когда уже все поели? Ну да. Ну вернемся, подумают. В общем, нас сегодня должно было быть 13 человек, да? 14. Но одна парочка написала утром, что она заболела. Так вот, что я по этому поводу думаю? Явно люди не часто выходят на свежий воздух, на природу. Иначе у них был бы более крепкий иммунитет. Потому что у них ковид, и мы заболели бы все. Ковид уже давным-давно не на повестке. Поэтому, ребята, чтобы не болеть, приходите для профилактики. Погрести на каяках. А если каждый выходной приходите в телескору? Будет, конечно. В любом случае, выздоровитесь, поднимите тонус организма. И иммунитет повысите тоже. Организму это очень необходимо. Без постоянных каких-то микрострессовых ситуаций. Он начинает расслабляться. И после любого какого-то микросклазняка, вы уже на соплях, все, расклеились. Апа, на свежем воздухе. Если постоянно давать нагрузочку, то все будет четенько. И болеть не будете. Вон как эти. Все румяные. Дождь прошел и что? Только настроение поднял. Класс. На камышах капли, как краса. Зеркало вообще все успокоилось. Один раз на каяке в Черном море выплыл утром. Круто. Часик меня так накидало. Я трясло нормально. Я еще полдня отходил с непривычки. А каяк был ситым посадкой? С юбкой? Или ситонтов? Нет. Типа вот такой вот. Этот двухместный. Ну, не открытого типа, да? Нет. Ага. Ну, на нем нормально как бы. Воды не налило? Нет. Оно даже когда волны, ну, волны, понятно, там не по полтора метра там были. Ну, где-то, наверное, по полметра так вот особенно. Когда ты разворачиваешься, ты где-то скидало нормально. Ага. Ну, вода не зачерпывалась еще. Круто. О, уже и солнце выходит. Да-да. Уже другие штаны подходит. Ха-ха-ха. Пока гребем до проката уже все сухие будут. Вон тут такие птички с синими попками летают. Надо посмотреть, что это, как они называются.